В эфире программа Актуальное интервью в студии Ольга Руслова. Здравствуйте. Итоги уходящего 2021 года подведем вместе с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Ненинского округа Сергеем Коткиным. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сергей Николаевич, какие вот итоги года, какие значимые события произошли в этом году на вашем поприще? Мы провели итоговую сессию, итоги года подвели, отдельно по сессии потом, я думаю, что скажу. А в целом, в целом по году, по 2021 году, очень непростому, очень сложному. Но, тем не менее, несмотря ни на какие пандемии, санкции, постоянные провокации на границе с Российской Федерацией, нас не сдержали, нас не удержали. Экономика возвратилась к допандемийным уровню. Более того, и что радует, наконец-то, наша экономика, не то, что она восстановилась, пошел рост экономики по самым различным направлениям. Раньше, когда мы с вами встречались, я говорил, там один-два только направления, то сейчас практически по всему фронту идет рост экономики. Промышленность у нас выросла на 5%, перерабатывающая на 5% с чем-то даже, чуть поболее. Идет рост инвестиций порядка 6%. Сельское хозяйство, несмотря на то, что погода была плохая, по зерну мы немножко просели, но мы уровень мировой практически никогда такого в России. и вообще мы столько зерна не производили. В целом же, несмотря на то, что большой рост инфляции, порядка 8% официально, это статистика идет, там 8-8,6%, мы наблюдаем то, что даже в этих условиях, даже в этих условиях экономика у нас задышала. Это, конечно, здорово. Это, конечно, здорово. И здесь Государственная Дума, такого тоже раньше никогда не было. Несмотря на то, что рост экономики есть, мы чувствуем, как живут люди, как растут цены, какие скачки по ценам идут. И в этой связи у нас очень часто, особенно нашей большой фракции, Единой России, мы встречаемся с министром финансовым, с Илланом, с профильными министрами. Я вам доложу, что разговор идет очень жесткий. Очень жесткий в том плане, что да, все хорошо, рост промышленности идет. Как люди это почувствовали на себе? Что почувствовали жители средней полосы, не низкоавтономного округа? Каков уровень заработной платы? Каков уровень пенсии? Как люди живут на эту пенсию? Вот что и волнует людей и беспокоит. Поэтому здесь, хоть и президент, кстати, я не буду повторяться, у нас вчера был прямой эфир у президента, он все эти цифры называл, что пошел небольшой реальный рост заработной платы. Но это очень незначительный рост заработной платы. И те скачки, которые произошли по металлу, по древесине, по продуктам питания. Дальше-то что? Когда мы увидим, где антимонопольная служба, почему мы не видим, что нам говорили, что сейчас включится антимонопольная служба, прокуратура Российской Федерации, и мы увидим, что цены будут снижаться, этого не произошло. То, что стабилизировали, это да, и хорошо. А дальше-то что? Я зашел в магазин, посмотрел, там ОСБ, доска, там дома сарайчик, приколотить, доску приколотить, практически нереально купить цены. Раньше там несколько стоило таких плит, сейчас одна стоит такую цену. Поэтому сейчас в Государственной Думе создан ряд рабочих групп, это депутаты Государственной Думы, члены правительства, и будем разбираться по каждому такому вопросу. Что произошло? Почему произошло? Понятно. Что произошло, и что, как люди будут дальше чувствовать вот эти цены? Мы ждем от правительства, что все-таки будут приняты конкретные меры, с тем, чтобы мы увидели, что цены начнут падать. Не просто их стабилизировать, а чтобы они, мы увидели, что наконец-то они будут, ну, покупаемы, в конце концов. То есть, вот это все, конечно, очень волнует и беспокоит. Ряд групп не только по металлам, по дереву, рабочая группа, созданная по пенсии, по пенсии, военным пенсионерам там немножко непонимание, хотя вопрос президенту тоже сейчас задавали. Вот эти вопросы сейчас уже, они на первом плане стоят, и, безусловно, мы по ним будем работать. То, что бюджет, мы с вами много говорили, 22, 23, 24 годы, и то, что мы с Силуановым встречали, и задавали вот те самые вопросы. Бюджет неплохой. В целом, Ненецкий автономный округ представлен очень неплохо. По ряду позиций было не очень хорошо, а по одной из программ вообще практически по нолям на государственную поддержку коренных младчистых народов Севера. Поэтому мы с Кисляковым Михаилом Леонидовичем несли поправки в бюджет вместе с комитетом по Арктике, профильным нашим комитетом. Там были проблемы по программе коренных младчистых народов, программа «Дети Арктики», комплекс на развитие сельских территорий, и еще 2-3 момента, которые нас волновали и беспокоили. И то же самое мы обговаривали вопросы, которые нам накануне задавали депутаты окружного собрания и губернатор. То, что нам бы нужно включать, это переселение людей из ветхоаварийного жилья, это переселение в благоприятные климатические условия. Поэтому здесь между первым и вторым чтением наши поправки были учтены, в частности, были учтены по коренным народам, по детям Арктики, комплекс на развитие сельских территорий, что нас волнует и беспокоит. Но не вошли ряд вопросов, которые задавали окружные депутаты, и губернатор, который просил нас высветить эти проблемы. Но по итогам рассмотрения бюджета принято постановление Государственной Думы с резолюцией, что как только будут появляться деньги, чтобы их направляли на проблемы 21 пункт. И вот в этих 21 пункте, в этом постановлении, есть практически все вопросы, проблемные вопросы, которые задавали окружные депутаты. Я вчера с ними встречался, доложил, отчитался. То есть в целом и по бюджету, и по экономику, и как она заработала, ну, вроде бы так, есть немножко такое успокойствие, что несмотря на такой сложный год, и мы, кстати, справились лучше, чем другие государства с точки зрения пандемийности, потому что у нас экономика просела на 3%, на 3,5%, Европа просела на 5, 6, 7, 8, 9 даже процентов просела. Ряд экономик даже рухнул. Почему произошел рост металла, дерева, когда наши предприниматели стали за границу, все это погнали, и там практически развалилось, цены на машины сейчас тут растет. Вот, мы и просели значительно меньше, и восстановились быстрее, чем европейские экономики. И будем надеяться, что в этом направлении будем работать и дальше. С точки зрения округа, с точки зрения округа, тоже вроде, ну, неплохо, неплохо, по крайней мере, последний месяц, 2-3, вот к итогу года, мы существенно увеличили, мы проводили, вот я являлся руководителем проекта «Крепкая семья», ко мне обращались, к нам, в нашу, в наш проект, вот этот по многодетным семьям, по участкам, я имею в виду для многодетных семей. В конце года 101 миллион выделили, это, по сути дела, значит, больше сотни человек, существенно больше, может, там немножко пониже, это уровень выплат на селе и на искателях. Поэтому, ну, считайте, ну, сколько, 120-150, там где-то семей получат компенсацию за эти участки. Кроме этого, выделили 123 миллиона рублей по ветхом варийному жилью, потому что у нас, оказывается, есть категория людей, которым квартиры не нужны, у них, кажется, есть уже квартиры. Поэтому они с удовольствием взяли компенсацию, 123 миллиона выделено, по поддержке малого-среднего бизнеса, по дополнительному образованию бесплатному. То есть ряд моментов, когда вот на фракции, окружное собрание, большое спасибо фракции «Единая Россия», потому что все эти инициативы, которые я перечислил, это инициативы фракции «Единая Россия». Они поднимали эти вопросы, они встречались с населением, разговаривали, не просто там плакаты поднимали, что ой, как все плохо, что вон там-то все. Общались там, где и всегда, я когда говорил, и с партийцами встречаюсь, вот там, где боль, вы там должны быть с людьми. И решать те проблемы, которые поднимать. Да, трудно с бюджетом, да, денег не хватает. Тем не менее, вопросы надо решать, и людям надо говорить. И у нас на севере здесь всегда люди поймут. Вот сложно, да, компенсация, индексация. Очень активно дорогу на Усинск мы строим. Сейчас уже зимник, там что-то по 30-40 километров уже. То есть в 2024 году мы должны его закончить. На перспективе очень неплохое финансирование. То есть, подводя итог вот всего в комплексе и по Российской Федерации. Я же вижу, как другие регионы живут. Мы общаемся, там разговариваем. Все это на пленарной, даже все видно, чувствуется. Есть уверенность, что мы, наконец, стали на ножки вставать, государство российское. И округ в стороне у нас не остается. К округу очень серьезное внимание. Уверяю вас, ни Коткин, ни Кисляков не молчит в Государственной Думе. Хотя там пишут иногда, что там наши депутаты делают. По финансированию с Федерального Центра на округ такого финансирования, я вам скажу, никогда не было. Какое мы получили вот по 21-му году с Федерального Центра на Ненинский автономный округ. И перспективы, еще раз повторюсь, очень неплохие. Очень неплохие. Хотя вопросов много, проблем еще больше. Депутаты накидали мне столько сейчас вопросов. Нам с Кисельковым надо решать. Подробно все обсудили. Как, что, сверили часы, как работать. Потому что они, вот мы сейчас говорили, они там не докладчикам все Коткина делают. Коткин докладывает инициативу. А вы давайте сами. Выходите на Москву, доказывайте. Вы инициаторы этой инициативы. Доказывайте свою правоту в комитетах. Ваш депутат всегда вас поддержит. Всегда вас поддержит. Надо смелее выходить на Госдуму, на правительство и решать эти вопросы. Под лежачий камень вода не потечет. Поэтому, подводя итог, чтобы много не говорить, ну дай бог, дай бог, год профицитный. Все вроде бы неплохо. Все вроде бы неплохо. Дай бог, если не будет большой беды, все мы сделаем, вместе все справимся. Сергей Николаевич, а если говорить об итогах сессии осенней, какие вопросы на ней решались и какие вопросы остаются на весеннюю сессию, какие законопроекты приоритетные будут на ней решаться? Мы приняли в окончательном чтении самый главный, наверное, закон, федеральный закон, который волновал жителей ОКО, это публичные власти. О публичной власти были волнения, были беспокойства у многих, что у нас было с Архангельской областью, что по договорным отношениям, сохраняться, не сохраняться. Может, и первоначальный был проект Миссион, там, по сути дела, отменялись договорные отношения с Архангельской областью, не только с Архангельской областью, по всем автономиям, там и Ханты-Массийские, и Ямал-Ниньевские автономные круга. Но, когда мы посмотрели внимательно тот проект, который с точки зрения публичной власти, сами поправки, это Клиша Саик-Рашининникова, замечательные, отличные поправки, это, безусловно, идет усиление вертикали власти, это идет усиление работы с населением, с муниципалитетами, все нормально. Беспокоило только то, о чем я говорю, это с точки зрения договорных отношений. Почему-то, потому что внесен проект был, по сути дела, нивелировал и ликвидировал договорные отношения в матрешках. Но взамен ничего предложено не было. Задаем вопросы, хорошо, мы напрямую будем работать с Москвой, не будет договора с Архангельской. Для нас вроде бы здорово на первый момент, но, тогда давайте надо вносить изменения в бюджетный кодекс, каким образом будет финансироваться не низко автономно, напрямую, через область, будет ли какой-то переходный период, ни на один вопрос мы ответов в правительстве не получили. Они спохватили, что что-то мы тут немножко перегнули. Можно было бы дальше дожимать, чтобы договорные отношения убрать, но, если мы бы сделали это, не сохранить договорные отношения напрямую на Москву, уверяю вас, и уже в правительстве были разработки с бюджетом с 22 миллиарда 44 тысячи, а у хантов и Ямали еще более мощные, по сути дела, будут подготовлены инициативы у правительства, если напрямую мы оставляем наши отношения с Москвой, то мы будем платить в федеральный центр существенно большее деньги, чем в Архангельскую область. Существенно большее, не буду называть сумму. Поэтому очень активно ухватились за это, за сохранение договорных отношений Тюмень, хантамансийский и Ямал. Я разговаривал со всеми, и с Цибульским, с Архангельским, с Тюменью, с автономией проработал. Говорю, давайте, может быть, рискнем, пойдем напрямую с Москвой. Говорю, Сергей Николаевич, давайте будем сохранять, давайте оставим статус, каков он был. Я и с Цибульским разговаривал, и все по всем этим вопросам. То есть, у них там единственное, что плюсом, у них нет таких, может быть, проблем, какие раньше у нас были с Архангельской областью. У них там все это гораздо проще, потому что Тюмень, она не бедная. И те деньги, которые дают ханты и Ямал на Тюмень, они, как правило, по договорам с Тюменью возвращаются обратно. Вот в этом плане нам нужно работать с господином Цибульским, с Архангельской областью. Он, кстати, готов на это пойти. Мы же, когда в НИСИС встречались, в Совещании говорили, и по Зимнику говорили, НИСЬ-Мизень, и по субсидированию авиабилетов на Запад, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот в этом вопросе, что если у нас уходит 8 миллиардов на Архангельскую область, давайте мы будем договор так выстраивать, чтобы эти деньги мы совместно использовали. На строительстве дороги, Мизень не есть. Там же замечательная дорога до Мизенья, а потом сюда эту дорогу можно. Да множество вопросов, множество проблем. Но для этого надо начинать с ними работать и говорить об этом. Вывод о публичной власти. У нас сохранились договорные отношения в матрешках. У нас сохранилась субъектность. Субъектность. Ненецкий автономный округ был и есть и будет субъектом Российской Федерации. Никаких угроз, никаких опасений здесь нет. И это здорово, что по сути дела сегодня мы вот эту автономию еще раз затвердили, еще раз подтвердили и будем дальше в этом отношении работать и работать в том аспекте, в котором я вам сказал. Вот именно работать по тем финансированию, которые от округа на область идет, чтобы мы использовали его и в том числе для Ненецкого автономного округа. Это самое главное в итоге от сессии завершающей. А потом ряд было проектов законов, которые, на мой взгляд, очень важны и полезны. И не буду я увлекаться, скажу только одно, что мы ввели, по сути дела, пожизненное заключение для педофилов и для насильников над детьми. Над детьми. И возраст увеличили. Если раньше было до 14 лет, а теперь до 18 увеличили. Более того, прорабатываются вопросы очень жестко, потому что практика показывается, когда вот эти идиоты возвращаются с колонии, вот сидев 10, 8, 12 лет, недели не проходят, они тоже самое совершают. Это больные люди, по сути дела. И им нужно или электронные браслеты, или еще хуже вообще кастрировать их по жизни, чтобы этого не было. Поэтому самим жестким образом и все фракции единогласно, в ноль практически никого не было против, поддержали ужесточение, уголовная ответственность, пожизненное заключение для тех, кто это совершает там повторно, там есть оговорено все. И таких законов еще в ряд моментов жизненных, очень важных, причем те, которые задают избиратели. Когда мы встречаемся на встречах, вот это все же поднимает, говорят, обсуждают люди. Поэтому то, что предлагают жители, то мы пытаемся реализовать в Государственной Думе. Этот закон не в последнем чтении? В первом чтении. Это был в первом чтении принят. Мы сейчас его будем обсуждать, обговаривать, все вот эти моменты. Ну, много таких, ну, жизненных, жизненных, их же каждую сессию практически очень много, я просто, чтобы не отвлекать время, я могу много долго рассказывать по каждому из них. Ну, и кроме того, там подвели итоги. Володин сказал, что мы сделали. Самая короткая сессия была по времени, но одна из самых напряженных. Задолженность есть по годам, по прошлым где-то там остались, еще советские, совсем там, 20-летней давности проекты. Но их немного осталось. Это было, помните, я говорил, 2026, когда мы пришел в Государственную Думу, сейчас их 26 осталось. То есть, в принципе, работают. Неплохо выстроена работа с правительством. Подвели итоги. Володин там поздравил, поблагодарил тех депутатов, которые активно работали. То есть, поздравили друг друга. Нацелились на будущее, на 22-й, на 23-е годы. То есть, работа стала другой в Государственной Думе. Я помню, я говорю, еще раз повторюсь, когда докладывал инициативы, и выступал с инициативы от окружного собрания, то там бегали по залу бегунки. Было просто смешно наблюдать, как они бегают по залу, друг за другом голосуются. Сейчас этого нету. Все на местах, все работают. Мне повезло, кстати, я сижу рядом с Дмитрием Оксаной Генриховной. Это очень известный финансист-экономист в Российской Федерации. Ее называют, там, матерью, я не люблю это слово, матерью, матерью, там, бюджетного кодекса нашего. Даже наши инициативы от окружного собрания, которые идут, я тихонечко подкладываю. Поскольку рядом сидим, говорю, посмотрите, вот тут наша инициативка есть. Ну, как, чего? В этом плане мне очень повезло. Это умнейший человек, доктор наук, профессор. Вот. Я думаю, что она хорошим будет помощником, в хорошем смысле слова, в моей дальнейшей работе. Мы-то как-то сошлись, она так, я-то с уважением, ну, она, не знаю, вроде бы нормально так. Если о перспективах говорить, на весеннюю сессию какие перейдут актуальные законопроекты, что вы будете рассматривать, что планируется к рассматриванию? Ой, у нас очень много инициатив. Ну, как очень, но много. Много инициатив окружного собрания депутатов, которые не рассмотрены. Которые не рассмотрены, которые нужно рассматривать. Из-за пандемии, сейчас, кстати, у нас 95-97% вакцинировалось, сейчас депутаты один только у нас болеют, а было и по 41% болело. Сейчас вакцинировались все практически, поэтому болезни у нас, слава богу, ушли. А из-за пандемии вот инициативы откладывались. Вот они почему копятся? Потому что все-таки старались как-то самое важное, важное, важное выносить на общероссийский такой большой уровень. Наши инициативы, они в очереди стоят все. Нам порядка 4 или 5 инициатив окружного собрания. Они все очень важны. И мы все их будем рассматривать. И мне, кстати, вот Оксана Генриховна уже подсказала, одну уже там обсудили, она не пройдет инициативу, она очень умные вещи мне подсказала, как это нужно. Мы все это обговорили вчера с окружным собранием, что давайте мы будем работать в контакте. Если Коткин докладывает вашу инициативу, вы меня включайте в эту работу, когда вы готовите инициативу. А то дают инициативу, я впервые вижу, я начинаю докладывать, когда даже мне видно, что там, они грамотно подготовили, абсолютно все верно, с точки зрения правовой, но уровень, уровень округа, уровень федеральный, все-таки разница есть. И когда смотрят там академики и видят там, они, конечно, видят нюансы, которые мы, может быть, не видим. Не потому, что они плохо подготовили, абсолютно нет. Здесь нужно работать. Сейчас внесена инициатива по органам местного самоуправления. Очень такой интересный проект закона, непростой, на мой взгляд. Тоже много вопросов. Я думаю, что нам предметно нужно встречаться с главами муниципальных образований, обсуждать. Идет такое реформирование. Давно уже идет органах местного самоуправления. Сейчас такое очень серьезное реформирование. И в этом случае нам бы надо не ущемить права, но не только глав, не ущемить права жителей муниципальных образований и сел, чтобы не сделать им хуже, а сделать лучше. Для этого очень важно проговорить, прежде всего, с теми, кто понимает в этом, отработал уже многие годы в этом направлении. Поэтому и вчера, и с депутатами будем встречаться, обсуждать очень предметно. Будет необходимость, будем вносить законодательные инициативы. И это опять инициатива Клишеса, Крашенинникова. Очень серьезный, очень серьезный такой проект закона. И я думаю, что он не просто так внесен. Потому что все, что не вносится, то, что по публичной власти внесено было, и то, что вот видите, как по окрупам матрешкам, то, что сейчас вносится, ничего простого нет. И то, что мы сначала думали, вовращаясь к публичной власти, что ой, там они ошибку допустили, что они и забыли, и договорные отношения у нас как бы убирают. Да ничего подобного. Все просчитано было по налогам, сколько, кому, чего платить. Все было просчитано, уверяю, что не в нашу пользу. Потому что никто не допустит, по большому счету, еще раз повторюсь, бюджетом 22 миллиарда, а будет и 30 миллиардов, и 44 тысячи, когда у нас есть субъекты Российской Федерации, которые живут в 10 раз хуже по бюджетной обеспеченности в генетский автономный округ. Я не говорю, что нам жить сложно. Мы всегда об этом там говорим. Когда нам пытаются там сказать, что вот там у вас какая бюджетная обеспеченность, когда мы приходим просить деньги, они сразу открывают. Да вы что, ребята, у вас что, действительно такой бюджет? У вас что, действительно 44 человека там? Это самое. Мы всегда говорим, что вы поживите у нас на Крайнем Севере. Вот хотя бы сейчас прилетите и поживите недельку. Посмотрим, и потом мы с вами встретимся. Сходите в магазины, на самом деле. Вот поездите, но автобусы у нас замечательные, конечно, здесь. То есть все вот так непросто. Сергей Николаевич, а каким был лично для вас уходящий год 2021? Какие были совершения? Ну, для меня он был, конечно, очень непростым. Прежде всего, я бы, наверное, сказал выборную кампанию, в которую я пошел. Я прямо скажу, что я не ожидал такого результата. Прямо скажу, не ожидал такого результата, потому что, ну, я тоже просто так же я не делаю шаги, много советовался, делали социологию, замеры. У меня личный рейтинг очень высокий, на самом деле, был. И почему и предложено было, думаю, что мне идти на выборы в Госдуму, потому что рейтинг был. А то, что голосование, ну, это урок. Своего рода, может, я набрал процентов, там, с личного рейтинга в 60-70 процентов, когда за партию я шел, и я искренне шел от партии, от Единой России, ни на минуту никогда и как бы шел и не жалею нисколько. И когда набрал 39, конечно, это как бы, да, но для меня это сигнал, сигнал к размышлению, к мыслям, где-то не дорабатываю, где-то что-то нужно, значит, менять в работе, хотя вот так вот. То есть, непростой такой год, а с точки зрения личной вообще и по работе он и сейчас, международный комитет, то, что мне предложили, я искренне тоже скажу, что я не очень туда хотел, международный, не мое, мне ближе мой родной комитет, Арктика, где я уже знаю, где я реально больше могу помочь, вот, хотя я могу участвовать в работе комитета, и никто мне не запретит ничего, но тем не менее, международный комитет, я вот сейчас там вхожу в курсы, это очень непросто, это очень сложно, это очень сложно, я теперь понимаю, что это не случайно, Все-таки в этот комитет, судя по той ситуации, по обстановке, и те круг вопросов, проблем, которые нарезали мне и которые нужно решать, очень непросто. Но, с другой стороны, понимаю, тогда чего? Значит, надо. Значит, надо это делать. То есть, непросто. Все как-то, ну, а может быть, с другой стороны, хорошо, что так. А вообще, год, несмотря на все вот эти проблематики, все сложности, он интересный, он полезный. Вот это все, это все уроки жизненные, несмотря на то, что я уже не молод, но это все уроки, которые по жизни они... Поэтому я-то, я, в принципе, так, дай бог, ничего плохого не было. Все было по-доброму, все было по-доброму. Поэтому я ни в коем мере не обижен на уходящий год. Сергей Николаевич, вот как раз о вашей новой работе в Государственной Думе. Кризисная ситуация между США и Россией. Расскажите, что там происходит, и вот люди реально боятся войны. Знаете, меня приглашают каждый день на передачи. К Норкину, Ольге Скобеевой, потом Место встречи, 60, вот эти все. Каждый день приглашают. Я сначала думаю, так не понял, думаю, я что такое, что я специалист такой уж международным этим сам. Но они смотрят биографии. Они смотрят, они видят терроризм, кандидатская диссертация, увидели там, значит, то-то, то-то. И мне есть, что сказать на самом деле. И есть, что сказать. И та работа, которой я сейчас занимаюсь, мне есть, что людям сказать. И на самом деле мы встречались вот три дня назад с замом министра иностранных дел Рябковым, причем были ведущие эксперты Российской Федерации, те, кто знает Америку, и на этих отношениях с Америкой. Мы задавали очень конкретные прямые вопросы в лоб Рябкова. Потому что мне не очень нравится, когда наши уважаемые политики, вот Кротченко часто говорит на экранах, что если там будут продвигаться НАТО на восток, мы нанесем превентивный удар. Ребята, ну какой удар? У нас еще в генах на уровне подсознания наши отцы и деды все прошли. Превентивный удар нанести Российской Федерации, это значит объявить войну. Но я уверяю вас, мы задавали прямо вопрос Рябкову, что слушайте, ну я думаю, что надо быть наивным, если сегодня НАТО удовлетворит все наши требования. А у нас часто звучит, что мы согласны, только весь блок принимайте, или вообще, значит, мы откажем с вами разговаривать, и мы, значит, будем по-другому себя вести. Я убежден в том, что мы никогда не нанесем никогда первого удара, это понятно. Но я уверен и в другом, что у нас есть ходы все просчитаны. Владимир Владимирович никогда не пойдет, если он не просчитал все на десятки шагов вперед. Я знаю ребят, которые лейтенантами сидели в одном кабинете с ним. И еще лейтенантом он просчитывал намного все вперед. Все просчитано. Какие варианты могут быть, остается только домыслить, никто их никогда не назовет. Ну, как первое, что видится, безусловно, мы можем провести референдум, могут провести референдум на Донбассе и Луганске, и войдут в состав Российской Федерации, мы туда войска введем. В принципе, это, я думаю, что нужно делать. Мы можем разместить наши ракеты и наши современные ракеты в подборожье уже Соединенных Штатов Америки. У них не так просто отношение с Мексикой складывается, с Венесуэлой, с Кубой. Почему бы это нам не сделать? Это все затраты большие. Понятно? Все просчитано уже. Все просчитано. Да. Мы можем не просто так, я думаю, что с Китаем. Вот сейчас такие отношения близкие. Я думаю, что Китай может в течение суток разобраться с Тайванем. Ему суток будет достаточно, чтобы он с Тайванем разобрался. Как поведут себя Соединенные Штаты, когда вот почувствуют они вот эти все. И у нас не только Китай. У нас появилось очень много друзей на самом деле. Поэтому шагов немало. Я думаю, что все просчитано. И с нашим президентом, дай бог, мы все-таки выйдем без большой беды. Но допускать дальнейшее продвижение НАТО на восток, это очень опасно. Это очень опасно. Когда под лед ракет будет уже не 10 минут до центра России, а 3-5 минуты. Причем, ладно, у них сейчас оружия такого нет, как у нас. А когда появится это оружие, когда будут современные виды оружия, они его сделают. У нас же разведка работает, мы же все видели. Мы же все видели. Это очень опасно. Мы отреагировать даже не успеем. А то, что нас пытаются они раздавить и смять, ну, по-моему, только даже у ребенка сомнений сегодня нет. И вот здесь очень непросто Владимиру Владимировичу. И то, что вчера или позавчера в Северодвинске спустили там две подводных лодки. Президент, кстати, там кнопку нажимал и все. Замерзли там. Владимир Николаевич с Цибульским стояли на этих, в Северодвинске. Ждали, когда президент закончит военное с военными. Коллеги, это военно расширенное было. И через 20 дней еще готов там корвет. Очень серьезный. А оружие там будет самое современное. Иониксы будут. И калибр там. Там все очень серьезно. Все очень серьезно. Поэтому вот мы много можем говорить. Конечно, вопрос был один к Рябкову. Что в итоге, если они не пойдут на это? Они частично уже признают. Частично. Как сейчас дипломаты у нас сработают? Как дипломатия сработает? Но я еще и для себя вот то, что сейчас же много с ними общаюсь, в комитете вот международном. И мне импонирует то, что это очень подготовленные люди. Во-первых, у них по всех там по 5-7 языков, что меня немножко удивляет, не зная ни одного языка. Когда мы согласуем послов то или иное государство, я смотрю по анкете по 5-7 языков. И подготовка такая очень мощная. Очень мощная, серьезная подготовка. Я думаю, что здесь все тоже наладится. Все наладится, но это все очень затратно. Вот эти подводные лодки, это все очень затратно. По вооружению мы 71% уже в обычных вооружениях, новое вооружение вооруженных сил. А под 90% уже ядерная отряда. Это все современное вооружение. Мы подготовились. Это не 41-й год. Но ситуация на границе сложнее, чем в 41-м году. Значительно сложнее. Сейчас вот буквально сюда шел к вам, химическое оружие уже завезли. Уже на Украине химоружие. Название знаем, все знаем. Как она сработает? Где они его? От кого они? Какая будет провокация? Ну, только там известно. И им известно. И в этой ситуации, я думаю, что не так просто им бонд нынче разговаривать с Россией. Россия другая стала. И мы стали другими. И мы стали другими. И Россия другая. И будет другой. И будет сильной. Сергей Николаевич, давайте разрядим... Время уже заканчивается. Да, время заканчивается. Немножечко разрядим обстановку. Так как предновогодняя наша программа. Давайте пожелаем что-нибудь телезрителям к Новому году. Все. Время ушло. Какие ваши пожелания? Ну что ж, ладно. Хотели же мы с вами очень много вопросов обсудить. Ну, как всегда. Но самое главное, вот то, что мы с вами говорили. Ну, процветание России, Ненецкому автономному округу, государству российскому. Мира и добра. Мира и добра. Чтоб не было большой беды. Чтоб у нас в семьях был лад. Чтоб нас радовали наши родные, близкие, детишки радовали. Чтоб смех детский всегда был. Мы сейчас проводили вот конкурс рисунков. Наш партийный проект был. Я вручал там тоже. И от меня приз там был девочка маленькая совсем. Ну, молодец. И, вы знаете, они рисуют, войны там нет. Там нет выстрелов, взрывов. Очень мирные все картинки. Так вот, чтобы мир и добро у нас было. А округ, безусловно, процветание. Чтоб родные и близкие поддерживали нас. Не передавали нас по жизни. А мы работали спокойно, и чтоб жить нам не мешали. А вместе, вот еще раз повторяюсь уже, может быть, у нас все получится. Если мы вместе будем без оскорблений, без каких-то там надрывов, то, что происходит в сетях у нас часто, а как положено северянам и россиянам в широком смысле этого слова. Так что с наступающим Новым годом и вас, и жителей округа. Дай Бог нам всего самого доброго. Спасибо, Сергей Николаевич. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Наша программа подошла к концу. Напоминаю, гостем студии стал депутат Государственной Думы от Ненецкого автономного округа Сергей Коткин. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok